Продолжение следует... 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 она и в горячую избу вонет и конец. Так вот, женщины, остановитесь. Так вот, женщины, остановитесь. Больше не надо тушить избы и хватать коней. Станьте женщинами и привлеките к себе мужчин. Потому что мужчины, конечно, говорят, вот они пьют, они хилые, они противные, они не выполняют свои мужские обязанности. Женщины хотят кайфовать, и правильно было сказано, и хотят в 22 года выйти замуж за того, кто там ей приведет Бентли и так далее. А кого ребенка? Зародитесь, чтобы зацепить его. До свидания. Вот это то самое поколение брачное, так называемое. И вот они-то как раз сейчас будут решать все по-другому. Они еще пока хотят брака, правильно, они все хотят. Они дядьку богатую. У них сейчас пока одинаковое равное положение. Почти одинаковое количество мужчин и женщин. Вспомним наших солдат в Якутске, например. Они по 25 лет служили. И было такое письмо патриарху, что нельзя ли нам как-нибудь узаконить вот этих вот наших якутских жен, чья судьба отрыжена в песне «Миленький ты мой, возьми меня с собой». Помните? А он не может взять то, что у нее там жена есть. Венчаная жена. Понимаете, в чем дело? И это незаконная жена. А без жены там жить нельзя. Ни в коем случае. Франтовая жена была знаменитой. Да, конечно. И существует масса таких причин. Вот к чему мы двигаемся. И вот это вот поколение... Эгоизм. Это главное движение. Эгоизм. И вы ничего с этим не сделаете. Причем употребление, эгоизм. Городской житель эгоист. Мне не нужны лишние проблемы. Мне нужны и так их много. Не нужны лишние дела и так далее. Мне нужны 40 детей. А что вы не поражали по 10 детей сейчас? Стоите здесь. Не поражали, да? Не надо. Не надо. Не рожали 10. Не хотите родить. Вы хотите родить одного и потом дарить мужчину всю жизнь. Алексей Валентинович. В Москве 20% молодых москвичей живут в незарегистрированном браке. Среди всех москвичей 14%. Год от года тенденция нарастает. И вот нам реально нужно слушать общество, в котором мы живем, а не стремиться накладывать, как мне кажется, на него какие-то ограничения 19 века. Я сам бы не против жить в 19 веке. Но вот живу в 21 веке. И стараюсь его понять. Возьмем пожилых людей. Ведь брак идет от собственности. Что получается у пожилых людей? Они не могут пожениться. Почему? Потому что у каждого есть дети, которые следят за собственностью. Чтобы они не разбазарили. Так вот, греки, греки защищают интересы. Конечно, они живут просто вместе. И дети, что называется, и дети сытые. И квартиры целые, да? Мы сейчас говорим прежде чем-то обеихся. В другой стране простенький пример. В Испании, например, больше гражданских браков, чем в любой стране Европы. Почему? Потому что до недавнего времени там нельзя было разводиться. Сколько бы вы не имели прав по семейному законодательству, если ваш муж живет на Рублевке и происходит с Кавказа, вы ребенка никогда не получите. Чем позже, ну до 35 лет, люди начинают жениться и выходить замуж, тем крепче семья. Я считаю, что в первую очередь это имеет отношение к мужчинам. Когда сейчас рожают детей вообще. Вот мужчина, который морально зрел, ему можно доверить уже семью. Брак, это когда штамп в паспорте. Во всех остальных случаях нет. Это просто свободное сожительство людей. Действительно, брак зародился тогда, когда общество пришло к следующему. Мужчина и женщина взяли друг другу за руки, перешли к премии и сказали. Мужчина сказал, послушайте, я объявляю эту женщину своей женой. Если что-то случится с племя, защити его, общество защити ее, государство защити ее. Я могу назвать 25 тезисов, по которым мужчине брак нужен больше, чем женщина. Ну зачем в этом многомиллионном городе? Какое племя? Кто кого там не делает? Ваши аргументы. Все-таки мы цепляемся за слово брак, потому что мы действительно за последние, наверное, два десятилетия придумали огромное количество видов брака. Это пока не в законодательном порядке. Вот Марина не даст соврать. У нас есть параллельный брак, у нас есть серийная полига, у нас есть гостевой брак, брак выходного дня. Виртуальный, однополый брак. Чего только нет. Все равно слово брак. Это пародия на брак. Надо сделать виртуальный брак. И правильно так говорят, да? Послушайте, можно я скажу по поводу того, что слово брак? Что это такое? Государственная политика должна, как гость сказал, должна быть направлена на то, чтобы создавать, возможно, при психологических, при школах, при университетах, психологические курсы, правила построения отношений. У нас сейчас этого нет. Так, а дом 2. Позволю себе все-таки про ответственность. Еще немножечко. А если вдруг они, этот мужчина, эта женщина, сумеют договориться по-человечески, то тогда будет все по-другому. Я не прошу заключить договор простого товарища. Простого товарища. Значит, они уже товарищи. Это уже юридически. Простого товарища, что предполагает выделение собственности в общее, в общее, при чем? Сейчас. В договоре простого товарища может быть ни одна мужчина, ни одна женщина, да? Да, это вообще не сила, да, конечно. Там может быть коллектив, два человека, два. Мы выделили общую собственность, общую квартиру. И возьмите, это мало кто знает. Очень интересная форма. Да, и обязательно приходите вы в ресторан. Жените, оформлять брак или не оформлять брак. Есть разные юридические механизмы. Да, выделите туда собственность, и вам хорошо. В случае, если брак оформлен, то половина его. Ну, мы говорим, кому что удобнее. Сейчас у нас в Москве очень много смешанных пар. Значит, она русская, красивая, молодая, и они, в общем, много таких смешанных. Он тоже очень бывает красивый и немолодой, но мусульманин. Естественно, у нас нет наказания, что ли, за многоженство, да? А за что наказание? Ну, не знаю, не знаю. Нет, подождите. Вот, но их же в ЗАГСе не распишут. Это же уже считается по закону сожительства. Вот хочется спросить. То есть есть и вторая жена, да? Да, какие у них права все-таки? До 2000 года или до 2000 какого-то в ряде республик Кавказа было разрешено многоженство, в частности в Ингушетии. После известного мероприятия по вертикали, так сказать, эти все законы были... Упразднены. Да, упразднены. Поэтому на территории Российской Федерации этого не существует. Хотя есть мнение, что это напрасно. Это поскольку мы должны идти к многообразию форм брака, да? Понимаете? То есть есть канонический брак, пожалуйста, пусть будет. Есть другие формы брак, гражданские. Есть многоженство. Почему это не разрешить? Ну почему это не разрешить? Должны быть нормы брак, потому что вы, наверное, не надо регистрировать. То есть иностранцы вообще и выходят замуж. Мы должны скорее как общество идти по пути вот такому, чтобы если какой-то негодяй бросил беременную женщину, например, да, которая ждет ребенка от него, то этот негодяй должен стать нерукопожатным. Мы не только нерукопожатные, все должны, я не знаю, раньше камнями побивали. Понимаете, мы должны идти по пути вот взращивания вот этих вот разных моральных каких-то не ценностей даже, а моделей поведения, которые исключают. Это невозможно. Это понятно, но они уменьшают. Нет, это невозможно. В большом городе относительные моральные стандарты. В мегаполисе это трудно. Относительные моральные стандарты. То, что для меня мораль, для вас нет. Понимаете? Мы сегодня живем в так называемом гражданском обществе. Это невозможно. Сегодня мы говорили, сожители, партнеры, все-таки мы не русские. По духу это слова. Ну почему? Товарищ. Товарищи тем более. Товарищи, это мобский. Вы смотрите, какая гигантская мудрость в самом слове семья. Это семья. Любовники обычно говорят. То есть, когда мы говорим, это мой муж, это моя жена, это моя семья, мы говорим, мы вместе идем по жизни. Подождите, да этот мир сложен. А вы не хотите... Минуточку. Да этот мир сложен, но мы вместе. А вы хотите... Отдевать, отзащитать нашу общую семью. Поэтому... Господа.